С тремя из четырех уволенных главных врачей севастопольских учреждений здравоохранения заключат новые трудовые договоры. Об этом заявил директор департамента здравоохранения правительства Севастополя Сергей Шиховцов. По его словам, с 8 июня к прежней работе приступят главный врач городского кожно-венерологического диспансера Александр Шевела, начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Николай Черкащенко и главный врач центра крови Иван Баячко. В сегодняшний день существует распоряжение исполняющего обязанности губернатора города Севастополя Разважаемых Владимировича. С сегодняшнего дня этим главным врачам, ну бывшим, теперь уже будущим главным врачам кожевого диспансера, центра крови и бюро судебно-медицинской экспертизы, с ними будут заключены с сегодняшнего дня новые срочные трудовые контракты, поэтому надеюсь на дальнейшую плодотворную и слаженную работу с ними. Сергей Шаховцов объяснил, что трудовые договоры у некоторых главных врачей города подошли к концу в мае. С частью из них заключили новые контракты сразу, а в некоторых учреждениях назначили исполняющих обязанности по временному трудовому договору. Задержку заключений новых контрактов с прежними руководителями медучреждений Сергей Шаховцов объяснил необходимостью проведения анализа их работы. Для того, чтобы определиться с тем, продолжать заключать новый трудовой договор с работником, или же заключать с другим работником, в частности временно были заключены трудовые договоры с замами, для этого нужно было провести определенную работу, оценить, как до этого была проделана работа ими, учреждениями. Поэтому это решение, оно такое непростое, комплексное, и оно должно быть обдумано, поэтому и требует времени. Сергей Шаховцов отметил, что с главными врачами всех медицинских учреждений Севастополя заключают трудовые договоры всего на один год. С главным врачом Севастопольской детской стоматологической поликлиники Татьяной Мочиловой новый контракт заключать не будут из-за неподходящего возраста, объяснил Сергей Шаховцов. Детская стоматологическая – это отдельный разговор, потому что существует понятие предельного возраста, поэтому главный врач остается работать, остается в системе, да, действительно не может продолжить работать главным врачом, либо заместителем, но такие вопросы, знаете, тоже можно, конечно, работать до бесконечности, но, наверное, когда-то настает время уже и немного отдохнуть.